МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлофоры горели червенным, цехники не шли. Оказалось, что это была справа рук хулиганов, которые заблокировали рух. Сейчас их шукают. Марина Сверьянова с подробностями. Была заблокирована железная дорога в районе Ларящева. Как известно, с города в Гомель в Добруш едет очень много людей на работу. И из Добруша в Гомель очень много едет людей на работу. А также очень часто курсирует дизель с Добруша в Гомель и обратно. Так вот, из-за этой блокировки остановилось движение на полчаса полностью. И потом уже через полчаса, когда сориентировали, что это ложная занятость пути, выехали железнодорожные работники и начали уже пропускать автомобильный транспорт. И только к обеду, то есть уже через полдня, эта ложная занятость была устранена. При этом были причинены, причинен ущерб гражданам, предприятиям. Опять же, могли не приехать медицинские работники, скорая помощь, сотрудники МЧС, сотрудники милиции. Это причиняет огромный вред. И, соответственно, в связи с этим, вчера возбуждено уголовное дело, предусмотрено статьей 309 ГК Беларусь, где предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы. Три годы по избавлению воли для хулигана – это еще, каже помощник прокурора, минимум. Когда выяснится, что деяние злочинцы мило иншее наступство, то закраты можно трапить и на 15 годов. Наступство – это, например, когда у машины худкой допомоги, которая не могла проехать про спироезд, находился хворый, и заморожение руху поуплывало на его саморушевание, а либо наступил летальный заход. Скорая помощь может проехать автомобильный прикресток на красный свет при использовании пропискового маячка. Никогда скорая помощь не проедет железнодорожный переезд на красный свет, потому что это чревато смертельным исходом. Любая травма на железной дороге заканчивается, как правило, смертью. Вот, например, в этом году из 8 случаев 7 закончили смертью, гибелью людей. В последний час отбылся еще три выпадки блокировки руху чугуночного транспорта. По этих справах проводится проверка. Хулиганов могут притягнуть до отказности на протягу двух месяцев. Пошуком занимаются супрационники органов внутренних справ. На различных перегонах были найдены такие же проволоки, куски арматуры, проволоки. И те, которые были квалифицированы как внешние. То есть может пройти состав, да, могут просто щебенка отсыпаться на остряк. Эти случаи в эти четыре не входят. Это не случайность? Да, это не случайность. Это специально намутанные проволоки, это специально положенные металлические предметы, чтобы сбить автоматику, чтобы сбить железнодорожное движение, чтобы нанести определенный вред. Практично все чугуночные инциденты, об яких рассказал Владимир Токаревский, это блокировка шляха за намотвание дроту на болты. Блокируется автоматика железнодорожного переезда, блокируются все светофоры, происходит сигнализация, и у диспетчера все вещи в том, что железнодорожное полотно занято. Вот если эта проволочка, она там совсем небольшая, это же нужно пройти путейцам, да, и найти это? Это же такой труд? Да, конечно, это выходит бригада на такое расстояние, вызывает срочная бригада. В это время организовывается пропуск, железнодорожный переезд, блокируются светофоры, светофоры, останавливаются как гражданское движение, так и транспортное движение. И действительно, надо его еще и найти. Сурезные штрафы и криминальные термины чекают и те, кто блокирует рух громадского электротранспорта. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район. У Гомельской области означается повеличение захворывания не только на вострые респираторные инфекции, али и на коронавирус. За период, калиактивность COVID-19 была на спаде, люди расслабились, и теперь у сетчастей игноруют элементарные меры безопасности. С занепокоенностью означают медики. Самыми эффективными сродками профилактики по ранейшему застаются маски, антисептики и социальное дистанцирование. Заражение коронавирусом отбывается на отлеглости ближе за метр от пероносчика вирусу. Специалисты Аховы Здоровья рекомендуют насельниству не сбираться у буйные компании, откласть и святкование великих семейных дат. У сродках массовой информации поведомляют об выпробованиях российской вакцины от COVID-19. Анализом ее эффективности так само займаются у Беларуси. Когда испытания будут закончены, сделаны выводы об ее иммуногенных свойствах эффективности, естественно, тогда будет осуществляться вакцинация нашего населения. Предположительно, Министерство здравоохранения к концу года, начало следующего года, ожидается поставка этой вакцины. Протягиваем выпуск. Сирот пропанов, яке прогучали подчас работы диалоговых пляцовок у нашем регионе, были и те, что течились поддержки предпринимательства. В приватности разговора об унесении у законодавства изменений, которые будут сприять развитию молодежного приватного бизнеса и протягиванию его до реализации мясовых инициатив. С пропановами ознайомились наши корреспонденты. Гомельский центр будовинства и ремонта на рынке послух уже 22 года. В активе компании – доброупорядкование сквера калитехнического университета с установкой самолета, объекты медицинского и спортивного призначения. Сегодня предпринимательники поставляют свою продукцию по всей Беларуси. Кажут, что конкуренция значная, але, коли выраблять великие объемы при высокой якости, утрыматься на рынку махчима. Хоть только поставками продукции и послух, центр не обмежевывается. В Оулоковском сельсовете его ведают, як активного удельника реализации мясовых инициатив. Для детских учебных мы меняли стеклопакеты, будем говорить. Они нас просили, чтобы мы бесплатно поменяли те, которые для подготовки к зиме. Будем говорить, ну, говорю, уборка территории, где-то выделить погрузчик, транспорт, будем говорить. Вот. Что еще? Озеро, которое здесь есть, пытаемся приводить в какой-то порядок. Пока, правда, получается не так, как хотелось бы, но пытаемся. Вот. Ну, вот в таких районах мы и контактируем, будем говорить. Когда они проводят День сельского хозяйства, поздравляют своих участников, что-то с продукцией выделяем, чтобы поздравить. Ну, вот такие, я не скажу, что это крупные, но какие-то мелкие поручения мы выполняем, делаем для того, чтобы, будем говорить, сегодня производство и власть, они должны быть рядом, они должны делать одно дело. Почас диалоговой пляцовки, якая была присвечена пытанням удосконаливания системы мясового самокерованья, разведцю сельского предпринимательства надали значную увагу. По великим рахунку, приватный бизнес – это не только прационные места, а и мягчимость реализовать проекты, актуальные для конкретной мясовости. Иншая справа, что этот процесс можно было бы активизовать унесением дополнений в законодавчую базу. У приватности разговора идет об уведении таких понятий, как молодый и социальный предприниматель, а также реализатор стартап-проектов. С представлением ответных и льгот. А прощат огонь, некоторые преференции для их можно предоставлять на мясовом узровне. Причем говорка не только об укладенных сроках, а и социальном эффекте, отриманном от выражения иснующих проблем. Есть предприниматели, которые, кроме как зарабатывают деньги, еще беспокоятся о том, чтобы решать какие-то социальные проблемы в своих территориях и местных сообществ. И было бы, на мой взгляд, целесообразным, если бы таких предпринимателей государство поддерживало больше. Ну, как минимум, можно было бы в сельской местности предоставлять таким предпринимателям государственные помещения в аренду по льготной ставке. Можно было бы предоставлять займы на возвратной, либо на безвозвратной основе, для того, чтобы раскрепостить их инициативу, для того, чтобы устроить вот этот психологический барьер, на пути создания своего дела и открытия предпринимательства. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Сергей Камкоу, Телерадо, компания «Гомель». Мягчимо уже в этом сезоне мазирские аматоры футбола смогут увидеть гульню любимой команды при штучном осветлении. На стадионе «Юнацтво» у Мазиры усталявались специальные мачты. Стадион на улице Янки-Купалы побудовали амаль 30 лет тому. И с того часу тут проводились только косметичные ремонты. На этот раз его ждут глобальные изменения. Усё проведутся уотповедность с высокими международными стандартами. Гэта и система электричного осветления и козырок над трибунами и сучасные лёгкоатлетичные дорожки вокруг поля. Частка работ уже завершена. Выконаны ремонт у судейским покои и место працы диктора, раздевалках и душевых. В следующем году планируется провести серьёзные работы по замене трибун и установки навеса над трибунами, а также немножко преобразятся административные здания. Арт-инсталляция, аукцион картин и открытие галереи. Мастацкий проект под назвой «Вернеса» жладели у Центры инклюзивной культуры. Свято провели у атмосферы ночной вечеринки. Яго наведала и наш корреспондент Ганна Коральчук. Тёмная зала, диджей и электромузыка. В такой обстановке гостям презентовали инсталляцию скульптора Кирилла Крохолева. Познайомиться с сучасным мастацтвом можно было расслабившись на канапе и погружающись в технорытмы. Другая и самая важная локация – картинная галерея, которую в этот вечер открыли после ремонта. Выставочная простора существовала в Палаце культуры глухих ещё в 80-е годы, но с часом пришла в Дрянный стан. После того, как в 2017 году будинок отримал новое житё, как Центр инклюзивной культуры, во всех помешканиях начались ремонтные работы. Дальше шла черга и до галереи. Понимая то, что у нас появляются дети в художественных студиях, в изобразительном искусстве, они большие молодцы. Мы подумали, надо сделать картинную галерею, надо пригласить руководителей этих студий, чтобы они выставили свои работы и дать им слово. Сейчас у Центра открыты три студии выявленного мастацтва, которыми руководят Василий Сидоренко, его бывший ученик Александр Покатила и Андрей Филимонцев. Двое из них работают с людьми с порушениями слуху, а третье объединение – «Арт-легион». Переехала сюда несколько лет тому и принимает всех желающих. Студия образовалась в 2013 году. В ней на сегодняшний день занимается 90 учеников. Возраст учеников от 4,5 лет и до 18. Здесь добавились ребята из этого района, какие-то пришли из Центра сюда к нам. Здесь у нас очень удобное помещение. Оно большое, светлое и для студии здесь очень удобное. Я знаю, что еще в советские времена на нашем месте была студия, по-моему, из глины ребята лепили здесь изделия. И вот получается такое место историческое. На вернисаже наставники и их ученик представили лепшие свои работы. А так само провели аукцион картин, сродки от которого накируют на развитие социальных мастацких студий, что працуют с инвалидами по слуху. Так само гости вечеринки могли поназирать за работой мастаков. Або сделать селфи в креативной фотозоне. Там их ждали героини, знакомитых с шедевром. Например, девчонки с жамчужной завушницей. Ганна Корольчук, Василий Осипцов, телерадио «Компания Гомель». Осеньский вечер с французской атмосферой. Прошел у областной библиотеки имя Ленина. Музичную программу гостям представил поэт и аранжировщик Сергей Стариков. Концерт включал песни на русской и французской мовах. Это аутерские творы и хиты Александра Вертинского, Владимира Высоцкого и Сальваторе Адамо. Не глядяши на то, что самому выканавцу так и не довелось, а по кульпу бывать у Парижа, и он с долей устворить для слухачев саправды романтичную атмосферу. Вспомнил, что когда-то учился в французском классе, и чуть-чуть знаю французский, перевел несколько своих песен. Вспомнил, что можно из репертуара французского спеть общеизвестного. И вот такая программа у нас состоялась. Изначально мы делали большую, обширную программу. Вот и Дима Нилова участвовала, Наташа, и Владимир Ступинский. Много людей нас поддержало. Виртуальная подорожа у Францию сопроводжалась тематичными вершами. Утольный вечер своей творчостью пригожили гомельские поэты и музыканты Дмитрий Нилов, Марина Башурова, Вячеслав Кизин и Наталья Шемет. До 9 листопада протягивается прием заявок на Другий международный фестиваль мастатства у Гомельфест. И он пройдет в областном центре с 18 по 22 листопада. Конкурсанты отберутся в 5 номинациях – вокал, хореография, инструментальная, выявленная и театральная творчость. Все лето, уличивающие эпидемичную обстановку, фестиваль проведутся в двух форматах – вочно и онлайн. Удельники могут сами выбрать, как будут выступать – на великой сцене или на камеру. Лепших выканавцев вызначать у кожным жанры по взрослых категориях. Пераможцы учекают призы, запрошенни на республиканские и международные проекты. Про подробностей можно доведаться на сайте фестиваля.бивай. Это и атак самая иншая новина. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Сразу три автомобиля сгорели за минувшие сутки в областном центре. Первое сообщение о пожаре поступило накануне около 19 часов. На улице Быховская горел ровер. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. Хозяева не пострадали, но у иномарки поврежден моторный отсек. Причина пожара устанавливается. А это уже возгорание сразу двух авто на улице Косарева. О пожаре очевидцы сообщили в МЧС в начале четвертого ночи. В огне находились BMW и Volkswagen Passat. У машины обширные повреждения. Пострадали моторные отсеки автомобилей и салоны. Потерпевших и жертв нет. Усматривается поджог. Что касается пожаров в жилом фонде, то за минувшие сутки было три возгорания. Десять раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Силы пожарных понадобились в ликвидации огня в Гумеле. На улице Ушакова произошло возгорание в доме, в котором проживает пенсионерка. Пожар потушен, пострадавших нет. В деревне Салтановка Жлобинского района из-за неосторожного обращения с огнем хозяева сгубили имущество, которое находилось на веранде. Пожарные не позволили огню распространиться. А это кадры из Петрикова. Огонь уничтожил все, что мог в трехкомнатной квартире. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отключение электроэнергии, повреждение газопровода, падение деревьев в Петриковском районе прошли учения. Спасатели готовятся к натиску непогоды и отрабатывают сценарии ликвидации чрезвычайных происшествий. По замыслу учений их было три. На первом этапе работникам аварийных служб пришлось восстанавливать подачу электроэнергии после налипания мокрого снега на проводах. На втором – решать проблему с повреждением газопровода. На третьем – расчищать участок трассы Брест-Гомель, на который упало дерево из-за обильных снегопадов. Кроме того, на шоссе произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Спасатели поспешили на помощь пострадавшему, который оказался зажат в машине. В Гомеле водитель легкового автомобиля совершил наезд на 81-летнего пешехода. Это произошло на площади Восстания. Автомобилист начал движение задним ходом, не убедившись в отсутствии людей и машин. Сразу после наезда водитель вышел, поинтересовался, не нужна ли пострадавшему помощь, но тот ответил, что в ней не нуждается. Водитель покинул место ДТП, а позже его нашли инспекторы. Оказалось, что пенсионеру стало хуже, и он был госпитализирован в реанимационное отделение. В ГАИ напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в размере от 5 до 25 базовых величин и лишение прав сроком до двух лет. Милиционеры ищут мужчин, которые могут быть причастны к пропаже обуви из магазина «Марка» на сумму 429 рублей. Вот фотографии подозреваемых. Как предполагают сыщики, эти люди могли иметь отношение к краже, которая произошла в фирменном магазине сети в торговом центре «Секрет». Если вы узнали людей по фотографиям, сообщите об этом по телефону, указанному на экране. Зато в Чечерском районе поиски завершились успехом. Милиционеры нашли женщину, которая заблудилась в лесу и провела там целые сутки. Она пошла по грибы со знакомыми и в какой-то момент пропала из виду. Спасла от холода пенсионерку ее собака. Обнявшись, они провели ночь под деревом, а наутро снова пошли искать дорогу. Патрулируя лесные окрестности, деревни, болсуны, потерявшуюся женщину встретили милиционеры. Это вовремя. Вовремя, да? А как нашли? Ну, я только вышла и сотрудники милиции едут. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Команда с Дюшор Гомельского района выиграла общий зачет республиканской спартакиады. Путь жудо среди спортсменов в возрасте 18 лет и моложе. Турнир проходил в Минске. В активе спортсменов из Гомельского района 4 награды. Победителями из столицы вернулись Денис Евсеенко, Вячеслав Чуешков и Александр Церенкова. У Захара Козила серебро. Отличились на спартакиаде и представители других спортшкол нашего региона. Анастасия Семенова из Гомельского уора завоевала золото. Воспитанник областного центра Олимпийского резерва единоборств Андрей Шимбалев занял второе место. Серебро и у представительницы Хойникской Дю США Елизаветы Карабут. Воспитанники из Дюшор профсоюзов по борьбе Егор Коваленко и Илья Баранов вернулись домой с бронзовыми наградами. Такой же результат продемонстрировали Дмитрий Мельников из Реческой Дю США номер 2 и Анна Буракова из Чечерска. В республиканской спартакиаде детско-юношеских спортивных школ приняли участие около 300 спортсменов, представлявших 36 команд. В Гомеле состоялся Кубок области по вольной борьбе и победу в командном зачете. У мужчин и у женщин одержали спортсмены из Гомеля, но мужчин на втором месте расположились в Мазиряне, на третьем – Гомельский район. У женщин на второй стаке итогового протокола расположились спортсменки из Речицы, на третьем – из Кармы. Сильнейшие борцы примут участие в Кубке страны, который сегодня стартовал в Минске. В Гродно состоялся чемпионат страны по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта заняла третье место. Победили Минчане серебро у хозяев соревнований. В деревне Коробчиц и Гродинской области состоялись чемпионаты первенства страны по легкоатлетическому кроссу. Представители Гомельской области без медалей на заключительном старте сезона не остались. Самой быстрой на дистанции 3000 метров у девушек 2003-2004 годов рождения стала Виктория Воронец. В этой же возрастной категории у юношей бронзу завоевал Вячеслав Макеев. У молодежи серебро в забеге на 8 километров у Владислава Терешенко. На полутора километровой дистанции у мужчин третье место занял Вадим Старостенко. В командном зачете сборная Гомельской области заняла пятое место. Победили Могилевчане. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.